всем привет мои хорошие с вами светлана сегодня у нас за тест остальных новинок фаберлик пью кофе фаберлик кстати допиваю пачку одну завтра буду молоть другую и и начинать сейчас будем распробовать майонез соус точнее да с вами кашу тоже опять мы едим фаберлик ой будь здоров будь здоров кто-то хотел услышит ребенка видео вот пожалуйста вам ребенок будем соус распробовать сосиски взяла так надо вилками наверно или так и что хочу сказать но легкий мне не очень понравился я такие продукты вообще в масс-маркетах не очень люблю вот такой если по цвету говорить легкий он как-то пожелтее что ли и жиденький вообще у них консистенция такая не крахмальная нормально есть можно но так мне больше понравился оливковый гораздо больше погуще интересней но если вы любите легкие такие соусы майонезные то пожалуйста состав сейчас вам скажу девчонки вода питьевая масла подсолнечное подсластительно растительного происхождения ретрит желток яичные натуральные пищевые волокна соль с пониженным содержанием натрия регулятор кислотности молочная кислота лимонная кислота уксусная кислота горчичное масло консерван цервированная кислота натуральный подсластитель экстракт стевии краситель каротин загуститель сантановая камень гидролизат коллагена мне кажется обычный состав во всех майонезах потом насекает с малышкой лежит с нами да она в шезлонге тут пока мы кушаем она уже покушал каш первое так и состав оливкового освещение таки состав оливкового так и сейчас я вам скажу 161 21 артикул оливкового и 161 22 легкого так тут вам то же самое с подсолнечного до питьевое масло оливковое на третьем месте кстати желток яичный подсластитель или 3 т т т т т а дальше все то же самое на третьем месте масло оливковое здорово оливковый вкусный я буду брать еще однозначно классический кетчуп и оливковый майонез рекомендую будем тестировать средства для чистки духовок и плит новая и старая отличаются они чем-то или нет так артикул нового у нас с вами 30 119 артикул старого 1119 можем сравнить составы с вами кстати так где у нас на русском вот состав 30 вода 515 30 вода 515 так сульфат жирных кислот на сною пальмового масла мне кажется они одинаково девчонки смотрите кому интересно мне кажется они одинаковым только вот здесь добавлят дужку которую я кстати практически не чувствую тяжело открыть новая на такое чуть желтоватая а старая на прозрачной совсем на тоже прозрачная гелевая текстура еле-еле уловимая тушка а пахнет она также мне кажется это одно и то же девчонки но мы с вами все равно протестирование плита сейчас сюда я налью немножко новенького хватит и на вторую половинку на эту забрежнение налью старая я уверена что это одно и то же просто на сто процент разнесем губочкой просто перевыпуск сделали легкий аромат напомнили его девчонки не чувствую осталось абсолютно с таким же запахом по моему с абсолютно таким же состав состава но все сразу как бы отъедает не застарела это запрязнение все паранойи чтобы средства не смешивать после первого средства такой если без перчаток работать остается ну вот видите тоже быстро все все прям быстро все моментально все ты его после первого средства остается такое скользкое скользкое ощущение на руках сейчас посмотрим как после второго выполаскивать губочку я хочу еще сейчас карета работать вот тут есть некоторые так новым где у нас сила цитруса и внутри налет есть это губочка прошла связи по периметру и внутри и оставлю сейчас на 5 минут и потом посмотрим то есть эти загрязнения в принципе есть вот они коричневые да вот она пока не отходит грязь бы уже разъехать если честно мой любимый сейчас посмотрим мне кажется то же самое прошло 5 минут они загрязнения так и остались сейчас попробую потереть смотрите здесь какое было загрязнение на терлась почти до конца ручка посветлела дно оттерлась вот тут нет видите пятна внутри более-менее общем для легких загрязнений то же самое абсолютно по эффекту что и предыдущие но запах легкий 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 такой цитрусов добавили и все если вы ситуацию запустили то здесь только крас девчонки что хотела сказать еще по поводу лака для волос и крема разглаживающего который в прошлом видео с вами тестировали вот сейчас второй день да как я нанесла и волосы жесткий и лак действительно склеивает вот мой тафт он так не склеивает он склеивает и фиксация есть фиксация конечно есть получше чем в предыдущей версии немножко но все равно нет ставь того вообще не сравнить даже рядом он не валялся потому что когда руками волос строгаешь они склеены по поводу крема и лака вместе волосы сегодня очень жесткие прям практически как мочалка я не знаю что их так и сушила сделала такими жесткими лак либо крем на второй день да хотя достаточное количество крема разглаживающему вчера в предыдущем видео точнее с вами нанесли и и они сегодня прям вот жесткие 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 такие волосы от афта тоже такого допустим не бывает зеленый я использую объем от него волос на следующий день круто лежат и как-то их уложил они вообще и смотрится обалденно так теперь по поводу кондиционера сейчас девчонки вот постирала новый кондиционер в артикуле 118 57 с вами в обзоре заказа его тестировали он пах не вкусно мягко говоря что-то я вам там сказала хлорка еще что-то да но есть какие-то цветочки непонятные но я чувствую еще какой-то бытовой именно химию чистящие средства здесь они ароматизирующие какие-то да я сейчас постирал белье висит сохнет на выходе он поприятнее как-то химоза вот это немножко пропадает он становится помягче поинтереснее цветочки раскрываются но все равно не мое мне не понравился аромат с органой и розовый бархат допустим не сравнить девчонки не знаю какая тут мелодия солнца еле-еле уловимый запах вот этих цветочков и все равно на белье какая-то для меня по крайней мере мой нос так чувствует до химозина присутствует возможно вы по-другому как-то будете его ощущать девчонки кто заказал уже кто попробовал напишите как вам аромат этого кондиционера мне не понравился еще один момент он вообще вода видно вам на солнышке вот так уж будет видно нет наверно в теньке даже он он просто вода если последний кондиционер у нас становится с вами все жиже жиже этот вообще водичка я его когда в машинку наливала очень сильно удивилась но да ладно в принципе белье это нормальная мягкая если один колпачок на пол машинки добавить да на полную загрузку надо два чтобы с таким кондиционером хоть какая-то мягкость на белье сохранилась вот так что смотрите девчонки покупать не покупать вам не аромат не понравился он слабо выражен на белье еле-еле вот если берешь вещи принюхиваешься это на мокрое сейчас повисит высохнет наверное не останется и слава богу потому что я его совсем не хочу ощущать на белье если честно так что вот так девчонки сейчас хочу нанести на одну ногу освежающая мята крем снятия усталости артикул 25 17 она вторую тонизирующий посмотреть какой круче работает 25 15 и расскажу вам что касается крема с органы и он неплох но девочки которые давно фаберлик мне в комментариях писали уже что вроде как послабее раньше было прям классно что хочу сказать вчера нанесла на на ноги и весь день ходила абсолютно весь до ночи и у меня не было такой дикой усталости как было вот предыдущие дни поэтому не знаю мне кажется хороший крем буду дальше его тестировать потом вам тоже обязательно буду рассказывать так ну что он сейчас наносим крем ушки пока по первым впечатлениям снятие усталости он холодит здесь мята составе вот прям холодочек есть и как-то вы знаете сразу чувствуется какой-то небольшой эффект а тонизирующий пока ничего чуть-чуть поплотнее что ли текстура но так они похожи беленькие оба такие попитательнее на что ли по увлажняющим снять усталостью немножко полегче и вот отснять усталость прям хороший хороший такой холодочек пока еще держится вот несколько минуточек и как-то легче легче чем от тонизирующего но может быть будет какой-то накопительный эффект буду пользоваться обоими кремами потом вам расскажу обязательно напишу пост инстаграм на это будет заканчивать всех люблю мои хорошие всех целую все пока если видео было вам полезно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал а